От Советского Информбюро Здравствуйте граждане Советского Союза. По просьбе граждан пришлось перезаписать ролик по ГУК ГРП сертификатом в связи с тем что вебинар не получился часто отключали поэтому сделали мы небольшие ролики по разным разделам чтобы легче воспринималось гражданами СССР данной темы потому что тема довольно таки объемная первая тема это главное управление кадров кадры СССР вторая тема это будет второй ролик это государственная регистрационная палата ГРП третий ролик будет сертификаты четвертый ролик будет нелегитимность пятый ролик будет присяга СССР Российской Федерации и другим субъектам. Начинаем с первого ролика. Главное управление кадров что такое? В 2010 году после возрождения СССР главного управления кадров не было. Ну было просто поручение от президента заниматься не регистрацией даже а оформлением кадров конкретно мне Коморников Владимира Витальевича. Поэтому до 14 года Требования отдела кадров Были не слишком жесткие Довольно таки мягкие Ко всем кандидатам Они предоставляли минимум документов Но в связи с тем что у нас Начались определенные процессы С разными Арестами Отстранением от должностей Пришлось собирать документы На этих людей Потому что для того чтобы защитить кого то Нужно иметь представление о том Что это за человек И какие документы у него есть На что можно опираться Что любая защита основывается на документах Если вы их не имеете То вы не можете Идентифицировать этого человека И соответственно Выпустить определенный документ С его параметрами Поэтому В 2016 году Вышло постановление Указ президента О назначении Коморника Владимира Витальевича Начальником Главного управления кадров СССР При администрации президента В целях оперативного и эффективного подбора кадров И утверждения порядка процедуры Перерегистрации граждан СССР Кандидатов на должности В органах управления СССР В связи с требованиями Министерств и ведомств По одинообразию требований Отделов кадров Входящих в структуру Главного управления При министерствах и ведомствах А также в связи с событиями По реорганизации Органов управления СССР И требованиями Более тщательной проверки Кандидатов на должности В органах управления СССР Вот было и принято такое решение Это ни пор не с неба было спущено Это была жизненная необходимость То назначение на должности Кандидата на должности В органах управления Проходит процедура перерегистрации Которая разделяется на два этапа Первый этап Это Кандидат предоставляет Следующий вид документов Первый это свидетельство о рождении В случае рождения После 91-93 годов И имея на руках Свидетельство о рождении От нелегитимных структур Организованных преступных сообществ Под наименованием государства Российская Федерация Республика Белый Ужас Республика Украина Республика Казахстан И другие Появившиеся на территории СССР После 91-го года Требуется дополнительное Свидетельство о рождении Родителей Второе Это военный билет Третье Это паспорт Паспорт Неважно какой Парифи СССР Если СССР То еще лучше Если есть и тот и тот То лучше оба сразу Если загранпаспорт То есть Тоже нужно все документы Практически Фотокопии Дальше Трудовая книжка Свидетельство Этистата в образовании Дипломы Специального Средне-технического Высшего образования Свидетельство Об окончании Различных курсов Как повышение Квалификации Так и других Профсоюзная книжка ВЦСПС У граждан СССР До 91-го года Были профсоюзные книжки ВЦСПС В связи с тем Что Профсоюз собирает Взносы На которые он Как бы существовал Вне существовали Органы управления То Человек Который оплачивал их У него появились Права требования К этой организации Потому что Организация была Захвачена Рейдерским захватом Таким же образом Как и государство Советский Союз По наводни У всех членов Профсоюза Есть права Требования К этой организации Соответственно Это права На активы Санатория Дома отдыха Учебные заведения И многое Многое еще чего Капсомольский билет В ЛКСМ Или партийный билет В КПСС Если есть и те и те То то же самое Тоже члены КПСС Члены В ЛКСМ Они платили Членские взносы Соответственно Они Становились Не совсем Учредителями Но инвесторами Этой организации Соответственно У них тоже Так же появились Права требования Наградные книжки Удостоверения Так Документы родителей Если есть возможность Если возможности То есть нет родителей Где-то далеко Или уехали Или уже умерли Или вы их не знали То раз нету Значит нет Но лучше бы Чтобы были Потому что При оформлении прав Очень много факторов Учитывается И эти А у вас Придется оформлять Ваши права Госбанк Наградные книжки Документы родителей Так Документы детей Если есть возможность Тоже В том что Большей частью Дети разъехались Документы Естественно У них В разных городах Соврать их Очень сложно Так Анкета В Варде С фотокопией Последнего листа С подписью С приложением Анкета С приложением Прилагается Сам бланк Так Реезды документов Предоставляем В ГУК Тоже В Варде Реестр Тоже Прилагается Заявление К приказу Заявление Тоже Прилагается Автобиография Порядок Заполнения Автобиографии Прилагается Фото 3х4 Электронное Медсправка От психиатра И нарколога Либо Разрешение На ношение Оружия Либо В крайнем Случае Медицинская Справка На Водительское Удостоверение Не позднее 3х лет Как вы Понимаете После 3х лет Медицинская Справка Требуется Прохождение По новой В нынешнем Положении Таковы Требования И последнее Это справка Об отсутствии Судимости Либо О наличии Она Получается На сайте Госуслуг Заказывается Либо В ближайшем ГОВД Не РОВД ГОВД РОВД Не делается Практически Если вы Заказываете На сайте Госуслуг То там 41 от месяца До 3х В зависимости От региона А в ГОВД Там быстрее делают Где-то 2-3 недели Дальше Организационный Сбор 500 рублей Которые Пересылаются На счет Карты С обязательным Указанием На значение Платежа Оргсбор Дальше Документы Предоставлять В виде фотокопии Увеличенные До формата Листа А4 Пронумерованные По страницам Накумер 0203 10-11 И так далее Собранные В папке Отправлены В таком виде Отсылаются В Главное управление Кадров СССР На скайп Либо на почту Далее Получают По скайпу Либо в почте Уведомления От лица Пронявшего документы С датой Времени Получения И фамилии Ответственного лица Главного управления Кадров СССР После проверки Документов И их оформления Переходим Ко второму этапу На втором этапе Заполняются Документы На назначение По согласованию С главами регионов Либо Бизонова Если назначение Для Центрального Органа управления СССР После собеседования Согласований С кандидатом Документы На назначение Отправляются На подписание Напоминание Каждый документ Должен содержать Копии всех страниц Включая обложку С первой По последнюю страницу Как заполненных Так и не заполненных В случае утери документа По фотокопии Можно его восстановить Заверев нотариально Но права нотариуса Есть у глав регионов Поэтому они могут Это делать Заверять Либо у глав ведомств Функцию Главного управления кадров Входит еще одна функция Это Архив Поэтому Документы Которые вы сдали Они будут храниться Как в архиве При затребовании Если вдруг вы утеряете Вы можете Их вот так вот Восстановить Сейчас На данный момент Принимается Очень много кадров Которых раньше Ну просто не принимали Переводили их в резерв Потому что У них нет Специфического образования Связанного С управленческой деятельностью Но сейчас У нас просто Много вакансий Открылись В которых требуются Люди В которых нет Такого образования Но есть Хотя бы умение Работать на компьютер Чтобы мы их могли Обучить И назначить Работать Модераторами Администратами В различных ресурсах СССР Тем более Что сейчас Все ресурсы Информационные Приводятся В соответствии С законодательством СССР Все требования Кандидатам Это Умение Разговаривать С людьми Это Должностные лица Которые будут Заниматься управлением Это первое Требование Второе Это Обязательно Образование Чтобы было Соответствующее Ну и третье Это умение Организовывать Основные требования Если кто-то Является Специалистом Какой-то Одной Отрасли То он Может в ней Работать Но не как Уже Организатора Либо Как начальник Отдела Либо Как штатная Просто Единица Все Благодарю За внимание Проси У жизни Строгой Какой Идти Дорогой Куда По свету Белому Отправиться С утра Иди За солнцем Следом Хоть Этот Путь Неведом Иди Мой Друг Всегда Иди Дорогою Добра Иди За солнцем Средом Победа Путь Неведом Иди Мой Друг Всегда Иди Дорогою Добра Дорогою Дорогою